здравствуйте меня зовут ушакова татьяна я работаю в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних заведующей отделение психологом сегодня я хотела поговорить о том что такое наказание как сложно бывает разобраться что можно что нельзя когда мы наказываем ребенка наказание самая хитрая тема в педагогике психологии если мы открываем классиков то мы находим следующее как наказывать нельзя нельзя бить потому что это учит ребенка жестокости нельзя наказывать едой потому что это базовые потребности человека и ребенок должен хорошо питаться нельзя наказывать трудом потому что тогда труд будет восприниматься уже взрослым человеком как наказание не как возможности шанс все ученые говорят о том как наказывать нельзя и практически никто не говорит о том что же вообще делать можно а как наказывать то что такое наказание в принципе наказание это такая история, когда мы сталкиваемся с последствиями того, что мы нарушаем правила. И давайте мы себе представим ситуацию. Маленький ребенок, горячая плита, мама печет пироги, говорит ребенку о том, что до плиты дотрагиваться нельзя, это опасно, это больно, будет ожог. Малыш услышал, мама видит, что он слышит, и принимает для себя решение, что ему ужасно любопытно, и дотрагивается до плиты. На его руке появляется ожог. Вот оно, последствия нарушения правила. Он получил ожог. Мама предупредила его? Конечно, предупредила. Она объяснила, почему нельзя трогать плиту? Конечно, объяснила. Когда мы наказываем детей, когда мы встречаем с последствиями их поведения, того, что они нарушают те нормы, те правила, которые приняты в обществе, очень важно убедиться в том, что ребенок знает, почему нельзя. Очень важно предупредить о последствиях. Если малыш просто дотронулся до плиты, и его никто об этом не предупредил, то это будет скорее такое предательство со стороны мамы, нежели наказание. То же самое случается и с нами. Ребенок в магазине украл. К сожалению, 90% современных родителей встречаются с этой темой. Что дети в магазине, видя вот это разнообразие, им ужасно всего хочется. Они потихонечку берут. Знает ли этот ребенок, что вот то, что он взял без спроса, является действительно проступком? Знает ли он то, что если он взял одну жвачку, это действительно является воровством? Я могу сказать, что в 90% случаев нет. Ну, потому что он живет дома. Потому что, например, он не ходил здесь в кесад. А дома на большом кухонном столе стоит большое блюдо, на нем лежат разные вкусности. Каждый, кто захочет, подходит, берет и ест. И он видит такую вкусность в магазине. Много-много всего. Точно всем хватит. И он берет и пробует. И понятия не имеет о том, что вообще-то это называется словом воровство. Так вот, когда мы наказываем наших детей, очень важно, чтобы это наказание было логичным. Очень важно, чтобы это было прогнозируемым, чтобы было понятно, почему. Не потому что я так сказала, а потому что это опасно, потому что так не принято, потому что так нельзя, потому что в нашем обществе люди себя так не ведут. Вернемся снова к этому малышу, к этой плите. Малыш дотронулся до плиты. Ему больно. Он получил ожог. Он уже плачет. Конечно, малыш плачет, когда он до плиты дотронулся. Представьте себе маму, хорошую маму, достаточно хорошую маму. Она допугана. Возможно, она рассердилась. Но вряд ли такая мама начнет в догонку ребенку еще кричать. Она, конечно, расстроится, но она будет мазать, она будет бинтовать, она будет заботиться об этом месте, которое ребенок обжег. То же самое, когда мы вынуждены наказывать ребенка, очень важно не злорадствовать по этому поводу. Очень важно говорить о том, что я сожалею. Очень важно говорить о том, что мне это неприятно. Я не получаю удовольствие от того, что я тебе запрещаю, я тебя ограничиваю, я тебе не разрешаю. А снова малыш, снова та же плита, снова тот же ожог. Ребенок дотронулся до плиты. Ожог появился сразу. Не через сутки, не через двое. И для ребенка в голове есть четкая последовательность. Мама сказала, я нарушил, вот оно последствия. То же самое с наказанием. Если совершен проступок, и мы понимаем, что наказать необходимо, то это надо делать или сразу после проступка. Но если сразу это сделать невозможно, то потом это не имеет смысла, потому что у ребенка разорвалась логическая цепочка. Или сразу, или никогда. Ну вот как-то так получается. А ребенок дотронулся до плиты, и он получил ожог. Снова все та же метафора. У него ожог на пальце. Он дотронулся рукой, и ожог у него на пальце. Не на попе, не на ноге, не на голове и не на щеке. Он дотронулся рукой, и ожог оказался именно в этом месте. Когда мы наказываем вот этого ребенка, который в магазине украл, ну, например, трудовыми работами, говорим о том, что не связаны между собой наказание и проступок. Проступок должен быть напрямую связан с возмещением ущерба. В этом случае, скорее, мы будем исправлять то, что получилось сделать не так. Мы берем ребенка, идем в магазин, и это ужасно страшно, и это ужасно неприятно, и это стыдно, и самой маме, и ребенку. И возвращаем то, что было украдено. Возможно, ну, как-то возвращаем деньги, возможно, возвращаем сам продукт, возможно, договариваемся о том, что ребенок что-то может сделать для того, чтобы возместить этот ущерб в магазину. Вот такая метафора с горячей плитой и малышом. Про что хочется мне сказать еще, когда речь идет о наказании. Наказание – это исправление того, что сделано не так. Наказание – это ограничение в связи с каким-то поступком. Ну, например, ты получил двойку. Почему так получилось, что двойка – домашнее задание? Ну, потому что я проиграл сотовый телефон. Какое будет логичное наказание в данном случае? Да, если с ребенком договорено, что двойка у нас в семье, за двойки мы наказываем, то, наверное, в этом случае имеет смысл ограничивать телефоном. Но еще мне бы хотелось поделиться такой информацией. Есть два слова в русском языке, которые ребенка загоняют в тупик, как в бильярде. В лунку загоняют мяч. Это слово «всегда» и слово «никогда». Потому что «всегда» и «никогда» звучит просто для ребенка разного возраста, вплоть до подросткового, как приговор. Ты теперь всегда будешь мыть полы. Всегда это ужасно. Ты теперь никогда не будешь смотреть телевизор. Это звучит так, что вызывают у ребенка отчаяние. Дети в отчаянии могут сделать страшные вещи. И мне кажется, что нам, взрослым, конечно, хочется вот так пригвоздить иногда. Но очень важно включать здравый смысл и помнить о том, что наказываем, мы все-таки ограничиваем, встречаем с последствиями, но не наказываем на всю жизнь. Наказывая, очень важно сохранить с ребенком хорошие, добрые, доверительные отношения. И это непросто. Субтитры создавал DimaTorzok